Эти ребята нуждаются в особом внимании со стороны взрослых. К такому решению пришли в благотворительном фонде «Мама» и Главном управлении соцзащиты населения. В апреле на конкурсе «Пасха глазами детей» ребята ставили сценки, рисовали, готовили поделки. А в мае победителей и самых активных участников пригласили совершить поездку в Тюменские и Тобольские монастыри. Ребята согласились с радостью. Это лучше, чем сидеть в четырёх стенах приюта. Не знаю. Просто как-то церковь, там всё такое, чтобы молиться. Первой остановкой на пути юных паломников стал Свято-Троицкий мужской монастырь в Тюмени. Свято-Троицкий мужской монастырь был основан в 1616 году. Самое древнее здание, которое сохранилось до сегодняшних времён – Свято-Троицкий храм. Он был основан в 1905 году на пожертвованный императором России тысячу рублей. В годы советской власти в церкви работала лесопилка. Коммунисты боялись святых образов, нарисованных на стенах. Стреляли по ним из пистолетов, выцарапывали глаза. Сейчас в Свято-Троицком храме идёт реконструкция. Иконы восстанавливают мастера. А за внутренним двором монастыря ухаживают послушники. Курганские ребята получили возможность почувствовать себя студентами духовного училища. Прежде чем сесть за обеденный стол, им пришлось читать молитву. Экскурсию по Топольскому Кремлю ребятам провёл семинарист 4-го курса Топольского духовного училища Александр. Он показал детям убранство главного Софийского собора. Провёл на колокольню. Это своего рода пизанская башня Топольского Кремля. Однажды она уже падала на собор. Потом колокольню восстановили, но она снова наклонилась. Стены и здания Топольского Кремля – это самые старые каменные строения за Уралом. Они были возведены ещё в 17 веке. Сам Топольск существовал и за несколько веков до этого. Он был деревянным и даже пару раз полностью выгорал в больших пожарах. В советское время на территории кремляна ходились детский дом, ЖЭК и краеведческий музей. Полное отсутствие промышленного производства в Топольске позволило сохранить ансамбль Кремля до наших дней. После ночёвки в общежитии и семинарии зауральцы отстояли службу в Софии и пообщались с архиепископом Тобольским и Тюменским Дмитрием. Он предложил Курганским социальным приютам сотрудничество в воспитании детей, которые оказались в сложной ситуации. В этом центре существует православная гимназия у нас – женская, мужская, которая имеет государственную лицензию и аккредитацию. При этих учебных занятиях есть пансион, где на данный момент у нас обучаются дети и городские, и дети, которые сюда прибыли из различных социальных учреждений. После окончания гимназии дети могут поступить в духовное училище и получить высшее образование. Такие перспективы нужны нашим подросткам, считает председатель попечительского совета благотворительного фонда «Мама» Тамара Богомолова. Может быть, сейчас у них какое-то смятение в душах, может быть, происходит какое-то переосмысление, своей жизненной позиции. И, возможно, в какой-то момент это их убережет от каких-то, допустим, дурных поступков. Сейчас о готовности ребят поступать в семинарию говорить еще рано. Однако то, что даже простое посещение святых мест произвело на маленьких зауральцев большое впечатление, очевидно. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Сергей Обалмасов. Тюмень, Тобольск. Телекомпания «Регион 45».